Если изменяет, значит не любит? И может ли такое существо, как мужчина, и любить, и изменять? Да, он хороший, да, мы могли быть счастливы, но есть причины, по которым мы не можем быть вместе. Ты что думаешь, что я тебя не люблю? Я тебя очень люблю! Если любит, это значит и большой список. Ой, какой красавчик, займусь с ним сексом. Вместе идут эти ли чувства, или же раздельно? Прямо сейчас мы разберем эту важнейшую тему в этом прекрасном видео. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. Одна из моих ролей – это некий переводчик мужской психологии, мужской логики, мужского организма на русский язык. Это не значит, что все мужчины одинаковые. Я разделяю мужчин по отношению к жизни, по отношению к себе, на условно слабых мужчин. Кто такой слабый мужчина? Это сдавшийся. И мужчина нормальный. Кто такой мужчина нормальный? Это мужчина в состоянии могу, который могу в плане своих мечт, могу в плане целей, могу в плане движения вперед. Кстати, более подробно на тему измен любовных треугольников, любовниц, жен, которым не изменяют. Мы детально это разбираем от и до, от а до я на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Эти и много других вопросов. И даже этот бесплатный курс уже изменил жизни десяткам, а может быть уже даже сотням, тысяч девушек и женщин. Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться бесплатно. Действуй. Любовь и измены. Я привожу такую аналогию. Представь маму и сына. Я отношусь к тем детям, которых в детстве били ремнем больно и сильно за плохое, так сказать, поведение или даже за плохие оценки. Или за непослушание. Меня ставили на гречку. И знаешь, каждый раз, когда я плакал, потом я говорю, зачем ты это делала? Знаете, мама говорила мне, Ярослав, потому что я тебя любила. Потому что я тебя люблю. Я люблю тебя. Я из-за этого, ты же понимаешь, ты что думаешь, что я тебя не люблю? Я тебя очень люблю. И знаете, мне всегда было непонятно, а может ли быть такое, что мама сына вроде бы и любит? Ну, как бы сложно представить маму, которая не любит своего сына, родного человека. И бьет, и при этом причиняет ему физическую боль. Не говоря про некое психологическое насилие, которое там глубже лежит. И я понял, что просто это идет отдельно. Просто, да, мама меня любит, но в момент, когда она причиняла мне физическую боль, скажем так, она в этот момент чувствовала по отношению ко мне некое раздражение, агрессию, обиды и претензии. Сейчас это не цель видео кого-то осудить, говорить правильно или неправильно. Цель это аналогия. Вот так же и мужчина. Пойми, пожалуйста, многие девушки и женщины приписывают мужчине, если любит, это значит, и большой список, это значит, будет преодолевать тысячи километров препятствий, значит, будет терпеть, сражаться за любовь. Там куча, большой такой список. И наоборот, а если он не преодолевает тысячи километров, если он бросил семью, если он не борется за меня, даже за меня не идеальную, это, скорее всего, значит, он не любит. Вот, давайте так, давайте определимся, давайте будем разделять, что если я люблю, это значит ровно одно, это значит любовь. Бывало ли у вас в жизни такое, что вы чего-то в жизни хотите и берете это и делаете? Вот ты хочешь клубничку, и ты бежишь в супермаркет, покупаешь клубнику или в огород, срываешь клубнику и кушаешь ее. А бывало такое, что ты хочешь клубнику, но не кушаешь ее, даже потому что она там у тебя в холодильнике. Потому что тебе бывает там, например, лень пойти к холодильнику или лень спуститься на первый этаж в супермаркет и купить клубнику. Ну, вроде бы ты хочешь, но странно, ты не делаешь этого, да? Бывает такое, что ты хочешь чего-то, и ты берешь это и делаешь. А бывало такое, что ты чего-то хочешь и не делаешь этого? Тоже бывало. А бывало такое, что ты чего-то в жизни не хотела, но делала? Ты не хотела идти на работу нелюбимую, но ты шла. Ты не хотела, например, там, заниматься спортом в этот день, но ты шла и занималась спортом. То есть бывает такое в жизни, что ты не хочешь, но делаешь. А бывало в жизни, что ты не хочешь и не делаешь. Ты не хотела заниматься спортом в этот день, и ты не занималась им. Ты не хотела быть с мужчиной-тираном, который причинял тебе боль, и ты не была с ним. То есть я привел 4 ситуации, да, когда мы по-разному бывают в жизни. Простите, что так сложно, я надеюсь, что вы не загрузились моими аналогиями, метафорами. Но все в чем? Так же и мужчина. Мужчина может любить тебя и делать тебя счастливой. Мужчина может тебя любить и по какой-то из причин делать тебя наоборот несчастливой. Мужчина может любить и быть с тобой. Может тебя любить и не быть с тобой. И там может быть тысячи, сотни причин, его собственных причин, комплексов, страхов, ограниченностей. Вот бывало у тебя такое, что ты любишь человека, но ты понимаешь, блин, я его люблю. Да, он хороший, да, мы могли быть счастливы, но есть причины, по которым мы не можем быть вместе, и я с ним не буду вместе. Но ты его любишь. Так же и мужчина. Поэтому если возвращаться к теме, с которой мы начинали, это тема измены, то бывает такое, что мужчина любит. У меня есть друзья, которые реально любят свою жену, они давно вместе, и он не изменяет ей. При этом я могу сказать, что у меня есть знакомый, который я точно знаю, что он любит свою жену и изменяет ей. И даже в тот момент, когда он ей изменяет, это не значит, что он не любит свою жену или разлюбил ее. Нет, это неплохо и нехорошо, это как есть. То есть любовь это любовь, а измены или отсутствие измены это другой фактор. И зачастую, если мы уже говорим про тему измен, давайте опять же не будем говорить про мужчин, мы скажем, почему женщины изменяют. Ведь часто мужчины изменяют, немало и женщин изменяет своим мужьям, немало женщин изменяет своим парням. Давайте будем честными, да? Что лежит в корне измен? Что она шла такая, такая, ой, какой красавчик, займусь с ним сексом? Нет, женские измены в большей степени происходят по другой причине. Это когда мужчина перестает удовлетворять потребности женщины. То есть, например, муж может быть богатый, но холодный на эмоции или не уделяет уже внимания женщине. Она берет, находит какого-то такого классного уделятеля внимания. Он может быть небогат, может быть вообще бедным, но давать ей то, что ей не хватает. Или, например, она сильная, зарабатывает деньги, а он слабый. Он такой, нет в нем, скажем так, маскулинности или нет в нем, как сказать, тестостерона. И она находит такого тестостеронного, там, такого какого-нибудь спортсмена и получает от него, там, изменяет с ним. Я считаю, что в корне слова «измена» в сути должно лежать то, что я получаю что-то от другого человека, то, что перестал получать от тебя. Либо то, что недополучают тебя. Я сейчас не оправдываю, да, я могу сейчас сказать «измена – это плохо». Я сейчас не берусь судить. Я считаю, что если мужу же надо говорить, что мы можем заниматься сексом на стороне, и они от этого счастливы, прекрасно. И при этом я часто искренне сочувствую мужчинам, которым приходится изменять, скрывать это, и искренне им сочувствую. Потому что я не считаю этих мужчин искренне счастливыми. Это, конечно же, лишь мое мнение. Когда мужчина тебе может говорить, что «я изменяю, но тебя люблю», это правда. Но уже другой вопрос, готова ли ты с этим мириться, договаривались вы на это, да. И это твое право оставаться ли уходить, или передоговариваться, или выяснить, что не так, что он получает от той женщины-любовницы, чего не получает от тебя. Если говорить о классических случаях, зачастую, да, мужчина часто получает от любовницы какую-то легкость, довольность, радость, восхищение, секс, новизну. Часто любовница просто дает за счет своей новизны, она дает ему новые эмоции. А что такое новизна? Новизна – это тоже легкость, довольность, радость, какие-то эмоции. Это то, что перестала давать по какой-то причине ему женщина, жена, его девушка. Еще раз, я 10 раз повторяю. Я не оправдываю сейчас мужчин. Я сейчас не говорю, что ты виновата в том, что он тебя изменяет. А он красавец. Я не об этом. Я искренне убежден, что все, что в жизни ты получаешь, это то, что ты заслуживаешь. Все, что я получаю в своей жизни, я это заслужил. Вот сейчас на момент записывания этого видео на канале, да, на моем канале 300 тысяч подписчиков. Я считаю, что я это заслужил. Я трудился, я работал, команда трудилась, работала. Да, то есть эта команда как-то создавалась. Я считаю, что это заслужено. Это не случайность. Я считаю, что нет в жизни случайности. И если ты с этим не согласна, то ты борешься сама с собой. То ты борешься с природой, борешься с законами этого мира. Если ты борешься с законами этого мира, ты сама себе мешаешь раскрыть свой потенциал, быть полноценно счастливой и жить жизнью в кайфе. Я считаю, что развитие, крутое развитие, начинается это с признания собственного несовершенства, со встречи с настоящим собой. И зачастую встреча с настоящим собой, она очень неприятная. Потому что зачастую, когда человек первый раз понимает, какое он на самом деле, мы сталкиваемся с далеко не идеальным образом, далеко не идеальным человеком. И это хорошо. Может быть неприятная, но сильная энергия для изменений в жизни. Если более подробно важно разобраться, почему мужчины изменяют, причины любовных треугольников, почему женщины становятся любовницами, почему жены становятся женщинами, которыми изменяют. И есть такая фраза, что нет мужчин, которые не изменяют, есть женщины, которым не изменяют. Если важно понять, кто такая эта женщина, как ей встать, что в себе нужно развивать, прокачать, Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке, чтобы успеть записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Действуй! Если это видео тебе понравилось и было полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!